Где сейчас находятся умершие люди? Есть свидетельство, что люди попали на небеса и уже видели там ранее умерших людей. А написано, что мертвые воскреснут, когда будет пришествие Иисуса Христа. Где сейчас? Ну, я вижу, что меня спрашивают люди, которые давно уже в Господе. Поэтому особо перетрудиться не буду, когда человек меня спрашивает тему, которая особо уже на его спасение не влияет. Но вот главное, что надо знать. Живущий человек на земле от его решения, образа жизни, он определяет, где он будет после смерти. Самое важное, это не то, где они, а самое важное, куда ты пойдешь. Если принять Иисуса, верить в Бога и жить жизнью соответственно Слову Божьему, Божьих требований, ты будешь с Господом Богом навеки. Если не принять Господа Иисуса или принять, нужно жить образ жизни, который не соответствует тому, что Библия говорит. Есть много, что написано в Библии, что можно погибнуть и потерять то, что ты получил. Поэтому, получается, главный вопрос для любого человека, мужчины или женщины, это, куда я пойду после смерти. Пасха говорит о том, что Иисус умер и воскрес. Зачем? Для нас, чтобы мы получили прощение грехов. Значит, все, кто получили прощение грехов, они с Господом Богом в раю. Поэтому, а те, которые не приняли Его, не верили в Него, Он не дал им право быть детьми Божьими, и, естественно, они потеряны. И есть такое место, называется ад, куда они пошли. Вот, люди, которые в раю, когда Иисус вернется опять, они вернутся. Библия говорит, мертвые воскреснут прежде, а те, которые на земле, мы изменимся. Но, это же они где-то, они с Иисусом пришли. Они не просто из гроба. Из гроба или, похоже на твоего тела, вышел из земли, но Дух-то был с Иисусом Христом. То есть, есть такое место. Поэтому, говорится о том, что, когда Лазарь умер и богач умер, Лазарь оказался в лоне Авраамова. И вот, когда богач увидел, Авраам сказал, между нами большая пропасть. Потому что, там, где был этот богач, было очень плохое место. А там, где был Лазарь, было очень хорошее место, называемое лоно Авраамова. И получается, что между ними большая пропасть. И поэтому, живи так, чтобы попасть в раю, быть с Господом. Не мучайся за географическое место. Главное, чтобы попасть туда, где бог тебя ждет. Главное, чтобы попасть туда, где богач умер, бач? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok